Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. Обсудим очередной влог. Приехала подруга, собираем урожай для неё. Ничего себе, думаю. Уже, уже Олюшка решила показать свою щедрость и раздать урожай. Совсем недавно она кричала нам, что вы вырастите, а потом будете командовать. А тут, смотрите, не прошло и недели, как наша Уралочка решила стать доброй, пушистой, щедрой. Видать, после стрима, где она говорила, что я думала, что все люди такие же добрые, как я. Нет, Орл, Уралочка, ты решила стать такой же доброй, как другие люди. Ну, не стать доброй, а показать свою доброту и якобы и щедрость. Значит, в кадре у нас приветствуют Оля и Сафар. Всем привет, как всегда. И смотрятся они, ребят, знаете как, как будто пытаются в кадре выстроить кадр так, чтобы Олюшка была меньше, чем Сафарчик, но все равно получается обратное. Кстати, хочу сказать, относительно аватарки видео, да, к видео, ну, фотографии, то там, ребят, это какая-то жесть. Там, наверное, это уже специально Сафарчик так сделал, чтобы было заметно, что Олюшка вдвое поправилась, а не схуднула, как ей постоянно пишут. Да, именно на этом фото ужас ужасный. Там, кажется, как будто она набрала килограмм двадцать, а не скинула. Значит, как обычно, собираем мы урожай. Нужно ехать домой, надо то да сё сделать, собрать кабачки, нарвать лук, нарвать свёклу. И, в общем, дома надо делать заготовки. Показала она ведро с огурцами. И, ребят, представляете, с этой теплицы всего лишь ведро огурцов, там пару шпаг. И говорит, вот тут и высохло много, и разрослось. А я так задумалась и думаю, вот восхищаются, восхищаются люди, да, в комментах. Ой, какие вы молодцы, какие вы хозяйственные, какой у вас классный урожай с такой теплицей и всего лишь урожая. И даже помидорную, где, ну, я, в принципе, считала, что норма, то столько кустов она высадила. Мы с вами, помните, ещё возмущались, что зачем столько много высаживать помидор. Да и то, ребят, из такого огромного количества кустов это совсем не урожай. Да, это совсем не так, как вы думаете, да. Совсем не то, что вы думаете, как Уралочка говорит. Да, думаем мы всегда правильно, Олюшка, правильно. И пишут об этом, что это совсем не урожай. И столько кустов помидор, столько огурцов. Была высажена огромная теплица и всего лишь урожая. Кстати, в комментариях прочитала, что и подписчики тоже заметили, что Оля забросила похуденье. И надо, на самом деле, огромная сила воли. И заметно, заметно, потому что Сафарчик у нас на видео, на превью обычно всегда её сжимает, сжимает до предела. Ну, а уже в самом видеоролике, где они работают, где они что-то делают. Ну, я уже говорю прям грубо, да, про Олюшку, что она работает. Там, где она передвигается, либо на стульчике, либо стоя там собирает ягоды. Видно, какой у неё вес и какая она совершенно, ребят, не похудевшая. Ну, впрочем, ребят, честное слово, уже мне настолько до лампочки. Похудевшая она, не похудевшая. Кушай, Оленька, никого не слушай, потому что бесполезно сотрясать воздух и кричать, что сиди, Уралочка, на диете, береги своё здоровье. Но ведь это, ребят, бесполезно. И насколько я вот вижу всю эту картину, то ничего, ребят, не изменилось. Просто ничего. Ну, и пусть живёт себе на здоровье и питается, как хочет, пусть сколько хочет ест. Вот нам уже в видео не показали Мокбанг, потому что, ну, как же они покажут порции? Там же в гостях подруга. Подруга такого же телосложения, как и Уралочка. И как же они будут показывать? Ведь я думаю, что подруга тоже наверняка ест немало. И чтобы, да, написали, что, о, такая же подруга, столько же ест, конечно же, уже Мокбанг не покажут. И Олюшкины порции уже давно не показывают. Ну, что показывать? Она ведь расскажет, как она ест два яйца и кусочек сыра. Смешно, правда, ребят? Хотя не совсем смешно. Если посчитать, сколько яиц она съедает за неделю, то это уже совсем не смешно. Потому что это есть уже вредно. И, знаете, смешно то, что Уралочка у нас, вот реально, чем дальше, тем больше возомнила себя таким командиром. Сафарчик, сорви свеклу. Сафарчик, сорвал. Зачем столько много сорвал? Сорви морковку. Да зачем ты столько много сорвал? Слушайте, ну, делай все сама в конце-то концов. Стоит с этой камерой и бубнит, и бубнит на этого Сафара. Сафара возомнила реально не только себя, королевишну и Ютуба, а еще и работодательницу прям строгую. А ведь всем пытается доказать, что это муж. И прям такие из морковки увидела, да, обнявшуюся парочку. И говорит, это мы с тобой, Сафар. Это говорит, мы с тобой. Ребят, мне правда стало так смешно. Ведь она, ребят, правда мечтает, что это у них такая любовь. И со стороны Сафара якобы тоже такая же, как на этой морковке. У этой морковки. Ну, а дальше уже в кадре подружка появилась. Мне кажется, это подружка, которая была в креветке с Уралочкой, с Надей. Там, по-моему, из всех подруг Уралочкиных, Надя, она прям, ну, миниатюрная такая тростиночка по сравнению с девочками. По сравнению с девочками, всеми, которые подружки. У Уралочки, да. Короче, и девочки, девочки, припевочки собирали смородину. Чё они там ещё, походу, крыжовник собирали. Всё для подруги, всё для подруги. Но и это была лень Уралочки делать. И она прям-таки умоляла Сафара помочь. Ну, а потом чё? А потом ходила уже с камерой, всех снимала. Запрягла подругу поливать огород и нормально. Ну, а чё без дела сидеть подруге? Овощей она и ягод нарвала, а теперь заставила её потрудиться. Ну, не только же за урожаем надо приезжать на дачу. Посмотрела, ребят, я на Сафарчика в окружении дамочек двух возрастных. И, слушайте, мне так его жалко на миг стало. Думаю, ну вот, молодой мужичок в окружении возрастных тётенек. Думаю, вот же весело ему, однако. Ну, чё, сам выбрал, сам выбрал. Его никто не гнал. У них же там любовь прям неземная с Уралочкой. Прям неземная любовь, как в этой морковочке. Вот, правда, Уралочке так очень сильно хочется, чтобы действительно у них такая была любовь. Ну, и, наверное, она верит в то, что Сафар её любит, что жить без неё не может. И что поедет в Таджикистан, вернётся, да. И никаких у него подвохов не будет, да. Не устроит он Оленьке никаких подвохов. В принципе, ребят, пока-то он и не должен устраивать подвохи, потому что, ну, ещё к своей цели он не пришёл. Поэтому пока будет подчиняться, скакать по огороду за мурашами, собирать урожай, обрабатывать урожай. Пока будет он работать на неё. Ну, а что, работы больше нет никакой. На работу она поди его не пускает. Ну, может быть, не пускает, да, потому что не может сама ни с чем уже справляться. И ему выгодно, а сидеть тоже целыми днями неохота. Правда же? Поэтому двигается хоть на даче. Ну, а дальше Уралочка нам поведала, что у неё будут гости. Что Лена с Сашей приезжают. И ещё одна Лена. Гостей будет полный дом. Но, походу, снимать не будет. А то опять налетят, да, и скажут, не так накормила. И не такая щедрая была. И много съела. Короче, сейчас всё втихаря. Ну, а Лена с Сашей это та Леночка, да, которая обзывала всех зрителей, которые, ну, имеют телосложенье неогромное, глистастыми. Помните, как она выступала на Уральском канале? И у Уралочки потом пришлось за неё извиняться. И также она приезжала где-то на ярмарку и была в гостях у Уралочки. И что-то она там привезла в подарок Уралочке. Но Уралочка оказалась не такой гостеприимной. В общем, мои хорошие, напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу вам напомнить, что это лично моё мнение. Я его никому не навязываю. Мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. И, как всегда, прежде чем с вами попрощаться, желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока! Пока!